День борьбы с наркотической зависимостью начался с показа фильма «Меня это не касается». Зрителями стали дети и подростки, которые находятся в группе риска. Так, например, Елена Дрожжинкина привела на встречу своих внуков для профилактики. Дети же, они очень наивные, бывает, что у них опыта была жизненного. Им необходимо, чтобы получить опыт заранее, чтобы не случилось беды непоправимой потом в будущем, когда они уже будут готовы созреть. Картина рассказывает о жизни молодых людей, в которой наркотики играют не последнюю роль. Фильм снят еще 8 лет назад, но эта проблема, говорит Дмитрий Симонков, актуальна до сих пор. Мужчина и созданная им общественная организация уже много лет борется с пропагандой наркотиков. По всему городу можно встретить граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями поработать с закладчиками. И именно их закрашивают волонтеры. В основном это спайсы, соли, скорости. Это синтетика. То есть она непосредственно уже на мозг воздействует, то есть на психику человека. Если раньше были наркотики растительного происхождения, то есть у человека можно было как-то работать, чтобы он вышел в ремиссию, то сейчас, на данный момент, это очень трудно и процент очень маленький. Вернуть к нормальной жизни получается не более 15% потребителей. Именно поэтому, считает Дмитрий, важно предупредить интерес среди подростков. Присутствующие на встрече не просто разделяют это мнение, а считают, что так называемые легкие наркотики не менее опасны. Ну, наверное, таких быть не должно, ведь даже если легкий наркотик, то человек может слабый, то есть организм его может легко взять, даже легкий. Программа профилактики употребления будет работать до 2025 года. А для тех подростков, кто уже попал под влияние наркотиков, созданы реабилитационные центры «Радуга» и «Хвойный». И они, к сожалению, не пустуют. Артём Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.